Город Азов 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 фундамент и обычно находишь кости черепки кирпичи какие-то тебя встает выбор или обращаться к археологам и ты долго долго не построишься на этом месте или забывать в общем город копать здесь вообще очень опасно очень много чего там начиная от скифских монгольских персидских каких-то славянских готских черепов тут чего только нет такой видно перекресток был давние времена это вообще-то была почта а с той стороны вечерняя школа кстати в ней учился следующее здание вечерняя школа значит город находится как бы на возвышенности а вниз спускаются улицы и туда старинные казачьи дома еще остались в общем вот туда спуск и греки азовки спуске сейчас дома стали давно не приличные вот этот двор в котором мы чинили мотоциклы здесь жил мой приятель а это азовские исторические кровеческий музей очень хороший был это вот центр это наши гаишники петр первое и это ленин там петру первому памятник там красивый вид на ростов это знаменитый турецкий вал напротив турецкого вала построили дорогущую гостиницу вот она не знаю что под фундаментом дошли думаю много чего вот это вот кирпичная кладка и вот эти пушечки это конечно водил а вот сам вал у старинные и вот азовские ворота а это речной вокзал который уже естественно не работает здесь вообще много чего уже не работает все заводы рыб заводы все разгромлено оптимеханические заводы в общем тот теперь это предаток ростова спальный район и вот это вот пороховой погреб вот так он теперь выглядит в общем новодел но как по всей европе на самом деле все церкви здесь во время революции после революции были снесены поэтому это все церкви наводил а вот дальше там будет район называться молокановка там селились молока не на окраине азова и Это тоже кусочек турецкого вала. В конце этой улочки есть пешеходный центр, в котором нельзя ездить на мотоцикле. И там по вечерам гуляют все местные. До памяти колени, до которого мы проезжали только что. Это улица Чехова. Это дом быта на улице Чехова. Здесь мой приятель спутниками и тарелками занимался. Это знаменитая гимназия. Школа номер один. Здесь я учился. И как-то очень сильно получил дубовой дверью и латунной ручкой в лоб, что мне пришлось зашивать лоб. Так что это бывшая гимназия с царских времен. А вот это променад. Здесь все гуляют. Здесь старые домики. Такие купеческие. Вот здесь построили дом культуры. Но на месте дома культуры и туда дальше было еврейское кладбище. Потому что это было окраина уже. Теперь никакого кладбища нет. Есть парк в ЛКСМ. В ЛКСМ, не знаю, какого-то там... Ну, кстати, парк стал намного приличнее, чем... И курган как будто степной. Но он искусственный на самом деле. Но... Вообще, за этой сцелой можно венерический диспансер. И поэтому статуи в местных очень интересные вопросы. Так что вот это кладбище... Я еще в школу ходил. А жили мы вот за этим домом. Через кладбище. Потом все это сравняли бульдозерами. И еще... Долго валялись кресты. Ну... Такое вот... Дело. Ничего с этим не сделаешь. На самом деле здесь в революцию очень много всяких событий происходило во Вторую мировую войну. И здесь был концлагерь какой-то непонятный для меня. Я не могу его нигде найти в интернете. Но дом, в котором я живу, когда его строили, выкапывали просто кучей костей. Куда кости увозили, не знаю. Но концлагерь, говорят, здесь был. Вот. Это памятник погибшим. Потому что на Азов на самом деле здесь проводились всякие действия боевые. Вечный огонь до сих пор горит. Ну, в общем, экскурсия по городу Азову закончилась, потому что я приехал к своей маме. Сейчас ее поздравлю. И поедем обратно в Питер.